Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить немножко с творчеством Джами Абдурахмана Нураддина Ибн Ахмада 1414-1492 года. Персидский таджикский поэт, мистик, суфийский шейх, теолог, философ, теоретик музыки. Джами считается завершителем классического периода поэзии на персидском языке. К раннему периоду творчества Джами относятся прозаические суфистские трактаты, первая часть поэмы «Золотая цепь», а также такие светские произведения, как трактаты о рифме и метрике, руководство по составлению стихотворных аребусов, труднейшее искусство, получившее широкое распространение в XV веке. Период расцвета его литературной деятельности, наступивший после 1474 года, открывается религиозно-философскими косыдами «Море тайн» и «Сияние духом» и сборником биографий суфийских святых. В этот период Джами завершает цикл поэм «Семь корон. Созвездие большой медведицы». В вошедшие в него поэмах поэт использует классический жанр любовной повести для изложения суфийского учения о преодолении плотской любви на пути к истине, то есть божественной любви. Также известны поэмы «Дар благородным», «Четки праведников» и «Золотая цепь». Последние годы жизни Джами ознаменованы созданием Бахаристана. Бахаристан – это известное дидактическое сочинение, он посвятил своему 10-летнему сыну Заяддину Юсуфу. Состоит из прозаических рассказов и анекдотов, является собой морально-этическим кодексом, каким он должен быть по представлениям Джами и трактата о музыке. Джами оказал огромное влияние на развитие как персоязычной литературы, так и многих других литератур мусульманского мира. Надо, конечно, сказать, что Джами был наставник и друг Алишера Наваи, татюркский поэт, суфий, государственный деятель тимулицкого Харасана. Харасан – это историческая область Большого Ирана, которая упоминается в период империи хасанидов. Исламский период Большой Харасан включал в себя значительно большие территории, чем существующие в настоящее время. Джами скончался в Герате в 1492 году. В день его смерти весь город был в трауре. По велению султана поэту были устроены блестящие похороны. Могила Джами является одной из достопримечательностей Герата. Ну вот так написано в книге «Энциклопедия мудрости» издательства Росса, которое я цитирую. А сейчас я почитаю немного его изречений. Достоинству нас не научит тот, кто недостойно сам себя ведет. Ешь столько, чтобы тело здания не гибло от переедания. Зависть для ума, что боль для глаза, от зависти ослепнуть может разум. Как ни грохочет эхо громких дел, у эха и у славы есть предел. Когда в грязи стираешь платье ты, не жди от этой стирки чистоты. Коль черен сердцем старый человек, какая польза, что он прожил век. Беспечность есть причина всяких бедствий. Неуносимой мукой томим тот, кто во всем завидует другим. Всю жизнь тоской и злобою дыша, затянута узлом его душа. Один язык у нас, а уха два, чтоб слышать много, но беречь слова. Терпение той волшебницы подобно, что воду в жемчуг превратить способна. Ты никому не можешь быть судьей, пока к добру не обращен душой. Ну вот, наверное, и все. Немножко мы познакомились с творчеством персидского и таджийского философа и писателя Джами Абдурахмана Нурадин Иван Ахмада. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok